Всемирный банк рекомендует повысить налоги на сладкие продукты и газировку, чтобы спасти людей от ожирения, а госбюджеты от излишних расходов. Согласно докладу организации, которая опубликовала коммерсант, уровень ожирения среди жителей всех стран неуклонно растет. Сейчас 44% взрослых, 6% детей, 20% подростков в мире живут с избыточным весом. Это дополнительная нагрузка на национальные экономики. Падает производительность труда, работники раньше выходят на пенсию по состоянию здоровья. При этом нагрузка на систему здравоохранения, а следовательно, на бюджет увеличивается. Также, по мнению Всемирного банка, рост доли населения с избыточным весом может способствовать глобальному потеплению. Банк предлагает повысить налоги на сахар и содержащие продукты и напитки, ввести для них специальную маркировку и продвигать программы здорового питания в школах. Это чисто экономический интерес лоббисту, прикрытые благими намерениями, уверен директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Я противник вообще любого регулирования, особенного ценового. Ведь под подобные вещи можно подвести любые лоббистские настроения. Кто-то какие-то производители решили подключить государство к влиянию на цены. Государство может рекомендовать то или иное питание, как-то его рекламировать. Но если сейчас начать регулирование, это значит создать прецедент. И под этот прецедент попадут не только там сахар и какие-то мучные изделия, и что-либо еще. Но зачем лишать человека возможности потреблять свой любимый продукт, даже если он вред? 80% продуктов, они вредные. Но давайте все запретим. И будем есть одно траву. Это вызовет только социальную турбулентность. Всемирный банк – это, конечно, очень компетентная организация, но главная ее компетентность – это финансовых вопросов. И это питание – это вообще не его дело. Я уверен, что ни одна страна это не пустит. Они поблагодарят, конечно, Всемирный банк, но будут советоваться с Всемирной организацией здравоохранения. Георгий Остапкович, согласно недавней оценке Росстата, избыточный вес есть у двух третей россиян. Правда, методику ВОЗ, по которой рассчитывают этот показатель, резко критикуют эксперты. Бороться с ожирением увеличением цены на сахар неэффективно, считает финансовый директор компания Сюгден в России Глеб Тихомиров. Вы знаете, что в Европе были довольно высокие цены на сахар, пока они не привели регулирование сахарного рынка. Были очень высокие пошлины на ВОЗ сахара, и цена внутренняя тоже была очень высокая, как следствие. Потом они все это отменили, сейчас цена на сахар очень низкая, и такие компании, как Кока-Кола, Пепси-Кола, то есть сахаропотребляющие, они получают на этом огромную прибыль. Если возьмете йогурт, там, Даноновский, например, в нем тоже есть сахар, и довольно много на самом деле. Это какая-то упрощенная идея борьбы с ожирением, потому что сахар не вреден в определенном объеме, все полезно в соответствующих нормах. Спрос на сахар, как и на соль, это такой неэластичный товар. Повышение цены на сахар не приводит к снижению потребления. Глеб Тихомиров, между тем, в ЕС обсуждает идею введения повышенного налога на мясо, как активисты пропагандируют вегетарианство, утверждают, что животноводство способствует глобальному потеплению. Если европейская инициатива получит законодательную поддержку, то даже в Британии, которая уже не входит в ЕС, мясо вырастет в среднем на четверть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok